на канал за гет поставлен такой вопрос господь говорит о чаше причастия пить не все сесть кровь моя нового завета и ржавы и за ноги сливаемая во оставление грехов освещение говорит сам вона что причаститься могут не все допускаются не все как это сопоставить ну действительно господь обращаясь ко всем говорит примите и идите сесть тела моя петься дня все обращаясь каждому христианину каждому верующему но надо понимать что приходить такой святыни требуется с определенным настроем внутренним конечно если мы формально поисповедовались бывали на службе прочитали какие-то молитвы король формально мы можем прийти очищению и никто там не запретить очищаться но будет ли польза такого формализма если представить например что вы пристали питаться пристали есть пить и только прочищаемся принимаю только тело христового только кровь христово принимаем что мы сами святые от этого ну конечно вот такое причастие когда мы относимся к этому механически формально она нас не может поменять есть эти условия чтобы принять сердцем принять цветы и дары тела и христово а эти условия ну скажем во первых в святой отце первое надо верить воскупительную жертву господа нашего иисуса христа и в ту благодать который исходит от этой жертвы и которые преподается нам святых тайнах далее надо богу искренне и твердо обещать что мы исправить свою жизнь что мы не хотим жить по-старому что причащаясь и принимая тело и кровь мы обещаем богу оставить грех оставить страсть и мы будем делать все чтобы это обещание выполнить должна быть решимость изменить свою жизнь тоже очень важный момент когда мы идем к причащению конечно требуется еще и благоговение перед святыми дарами страх божий страх божий это значит страх разрушить отношения с богом это такой страх опасения расстроит с ним такой контакт доверие любовь и остаться с неформальных отношениях поэтому очищаться должны те кто настраивает себя именно вот на такой лад на то чтобы не потерять страха божия на то чтобы не потерять веру воскупительную сердцу христову на то чтобы быть решительными в своем желании изменить свою жизнь тогда причащаться можно нужно и и нужно причащаться часто когда будет чувство покаяния сокрушение сердца а когда этого нет когда человек пришел например не носил службу а только наполовину не потому что он там болел или он был занят какой-то очень важной работой по-другому не смог а потому что просто он с утра не встал во время потому что просто ему лень потому что просто ему не хочется потому что он хочет как-то побыстрее покороче чтобы не потрудиться чтобы не помолиться он не подготовил себя к тому чтобы войти в храм божий благоговением он где-то там разговаривал время во время службы может быть или он предавался каким-то мыслям внутри себя или каким-то чувством дурным и не боролся с ними совсем тогда конечно готовность его причастие очень низкая поэтому господь предлагает всем свое тело и свою кровь но все же просит и ждет от нас веры верности и благоговения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео